Оригинальный подарок фанату кино в наше время найти тяжело. Сегодня в моде Mortal Kombat, вчера была Алая Ведьма, а Тони Старк вообще вечен. Но что если мы скажем, что один подарок может служить вечно и трансформироваться в зависимости от интересов и настроения? Не верите, что такое существует? Наши друзья из Mozabrik давно штурмуют полки счастливых покупателей своим хитом. Оригинальный фотоконструктор, ребят, настолько универсален, что готовую картину можно запросто пересобирать в другое изображение. Хотите повесить на стену портрет Тора собственного производства? Не вопрос. Или любимое фото со второй половинкой? Еще проще. За пару кликов сервис Mozabrik превратит загруженное изображение в понятную и простую инструкцию по сборке. Причем размер готовой картины выбираете вы сами. На сайте можно приобрести три вида конструктора – стандартный формат S, биг-версию L или удлиненный средний M. А еще комплекты из двух или четырех наборов можно объединять в один. Ну а по нашему подарочному промокоду вы получите еще и скидку в 20% при покупке. Загорелись идеи подарка? Тогда скорее переходите по ссылке в описании и подарите близким порцию оригинальной радости. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies. Любая уважающая себе неделя в мире кино не может пройти без очередной порции слухов о Человеке-пауке. В фильме и так ждут появления всех, начиная от Мефисто и заканчивая Допиндером из Дэдпула. Но новые известия, сливые слухи продолжают всыпаться как из ведра. Свежая история, к счастью, связана не с придуманными вещами, а со вполне себе реальным баннером со съемочной площадки, заявляющим о появлении в Нью-Йорке нового Мстителя. Кто это будет? Действительно ли правительство соберет новую команду? И что еще интересного появилось по третьему Человеку-пауку? Все ответы уже в нашем видео. Ну а главный гость вечеринки теории – рекламный баннер, замеченный на съемках фильма. На нем изображена статуя Свободы, которая держит в руке щит Капитана Америки. А подпись просит встречать нового Мстителя в Нью-Йорке. Все это дело тоже окрашено в цвета Кэпа, сопровождено хэштегом и вызывает кучу вопросов. Тем более, что инсайдеры встрепенулись и заявили, что этот постер и сама статуя Свободы появятся в ключевой сцене третьей части. Более того, один из них даже прилепил к этому делу кадры с Человека-паука с Эндрю Гарфилдом, где тот разгуливает рядом с дамой, одетой в костюм статуи Свободы. Но спешить с выводами не стоит, ведь постер также шутливо говорит, что новый Мститель будет самым высоким. И очевидно, что речь не о загадочном супергерое. Речь о статуе Свободы, которой запилили ребрендинг, провозгласив ее Мстителем. Само по себе перекрашивание статуи Свободы мелочь, но если вдуматься в детали, выглядит все забавно. По логике, действия третьего фильма о Человеке-пауке будут разворачиваться уже после Сокола и Зимнего Солдата. А значит, со временем Мстителей 4 и Щелчков Таноса срок прошел достаточный. Таким образом, перекрашивание статуи как дань уважения Стиву Роджерсу выглядит не слишком логично. Воды утекло много и с героями должны были успеть проститься. Да и Мстители как таковые вообще перестали существовать. Их и так потрепала гражданская война и акты Заковии, которые на секундочку никто не отменял. И по факту никакой команды уже не осуществует, что собственно и подтвердил сериал о Баке и Соколе. Тем не менее, статую Свободы зачем-то называют Мстителем и устраивают из этого шоу. Делает это правительство и как минимум Баннер говорит, что дело Джона Уокера будет продолжено. История официально избранного Кэпа из сериала, несмотря на его зверство, не закончится. И власти все еще будут пытаться держать Брэнд Мстителей на плаву. Что забавно, учитывая, что половина команды мертва, а вторая половина находится в бегах, из оригинального состава одобренных правительством супергероев имеется ровно ноль. Разве что Роуди, который подписал акт из Аковии. Но и он в Войне Бесконечности послал генерала Росса куда подальше, что тот, очевидно, не забудет. Профессор Халк договоров не подписывал, да и из-за руки недееспособен. Сокол и Баки находятся в полуподпольном состоянии, да и соколиный глаз недалеко ушел. Остается только Человек-паук, да и тот после раскрытия тайной личности находится под угрозой. То есть, фактически, Мстителей у планеты ноль целых ноль десятых. Да и любовь общества они давно потеряли. На это намекали что в Ванда-Вижене, что в Соколе и Зимнем Солдате. Бардак из-за возвращения половины планеты после повторного щелчка расколол общество. И к супергероям оно относится не слишком-то позитивно. Тем не менее, правительство зачем-то устраивает пиар-акцию, нацепляя на статую щит Кэпа и продолжая раскручивать Мстителей. Зачем? Вывод напрашивается только один. Рано или поздно нам представят лицензированную ООН-команду, которая, как мы знаем из комиксов и инсайдов, будет являться темными Мстителями. То есть злодеями, которые прикидываются добрячками. Ну или ребятами вроде Джона Уокера, которые не могут справиться с тяжелой ношей. В общем, история намечается очень интересная. И, к сожалению, к Человеку-пауку почти наверняка имеющая мало отношения. Триквел Тома Холланда и так насыщен событиями, и история Темных Мстителей в лучшем случае останется небольшой пасхалкой. А что до обещаний инсайдеров о ключевой сцене со статуей Свободы, ответ очень прост и даже официален. В артбуке, посвященном выходу вдали от дома, имеется концепт-арт вырезанного кадра. Если точнее, сцены, которую даже не стали снимать. Там видно, что Человек-паук ведет бой с полицией Нью-Йорка на Статуе Свободы. Вот вам и сцена, обещанная инсайдерами. Скорее всего, Сони просто возьмет неиспользованный в прошлом фильме концепт, и у статуи паучок будет уходить от полиции. Ведь та, разумеется, попытается его задержать за убийство Мистерио. Ну а ребрендинг Статуи Свободы под Кэпа придаст происходящему изюминки. Загадка постера, как вы понимаете, оказалась простой и не требующей каких-то придумок. А вот другие данные инсайдеров о фильме не могут не интриговать. Даниэль Рихтман внезапно прокомментировал скриншот битвы паучка и доктора Осьминога на поезде из второго фильма Тоби Магуайра. И сопроводил это репликой, что не может дождаться реванша. Что, само собой, привело к куче результатов кривого перевода и испорченного телефона. В итоге многие новостные сайты начали выдавать битву Тоби Магуайра и Осьминога в фильме как факт. Это, разумеется, бред собачий. Во-первых, Рихтман тот еще выдумыватель. А во-вторых, его слова ничего не значили. Парень просто выразил надежду, что новая битва состоится. И никаких инсайдов под ней не стоит. Появление доктора Осьминога в фильме подтвержденный факт. Но все же не стоит забывать, что это Марвел, и ожидания завышать ни в коем случае нельзя. Ведь представьте, как будет обидно, если Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр, Электро и другие персонажи появятся лишь в качестве иллюзии воскресшего Мистерио на пару секунд. И в отличие от Ванда Вижн, винить Марвел и Сони в слитии персонажей будет нельзя. Это в сериале ребята хайпили как могли и обещали крыши сносные камео и повороты, а потом нас нагло обманули. Человек-паук 3 ничего не обещает, а Том Холланд вообще заявил, что о мультиверсии не знает ничего. И с огромной долей вероятности ничего серьезного с Гарфилдом и Магуайром не будет, даже если в фильме они действительно появятся. Уж тем более никаких рематчей фильма 17-летней давности во франшизе, где главным героем давно является другой актер, точно не будет. Да и весь опыт франшизы Человека-паука говорит о том, что много злодеев в фильм сувать не стоит. Песочный Человек, Веном и Зеленый Гоблин из третьей части Тоби Магуайра врать не будут. Даже в мультфильме о Спайдер-версии по факту плохишом был Кинг Пин, и сомнительно, что Марвел будет так рисковать. И лучше не строить безумных теорий, а сосредотачиваться на фактах. Как минимум тех, которые невзначай спойлернул Том Холланд. Комментируя окончание съемок Человека-паука 3, актер заявил, что возьмет небольшой перерыв от кино, так как очень устал. Том хочет заняться лыжами, ибо, по его словам, контракты ему это запрещали. А после завершения работы над триквелом, впервые с момента подписания в Марвел, у Холланда не будет ни одного активного контракта на фильмы, о чем он сам и сказал. И это важный спойлер, ведь последнее соглашение Марвел и Сони подразумевало съемки Человека-паука 3, а также появление Питера Паркера в одном из сторонних фильмов Марвел. Этого появления еще не состоялось, и по логике, контракт у Холланда должен быть активен. Однако актер говорит, что его нет. И это может значить лишь одно. То самое появление в стороннем фильме Том уже отснял. Освободился от контрактных обязательств и может заниматься лыжами. То есть появится Паучок в одном из проектов, которые либо завершили съемки, либо делают это сейчас. К таковым можно причислить Тор 4, Доктора Стрэнджа 2 и Шан-Чи, если, конечно, не считать сериалы. Учитывая появление Будашона Кибердвача в Человеке-пауке, вывод очевиден. Та самая роль Холланда в стороннем проекте будет появлением в Докторе Стрэнджа. А иначе Том не говорил бы об отсутствии у него обязательств перед студиями. Ну а сам факт отсутствия переговоров о Человеке-пауке 4 не должен пугать. До выхода третьей части 8 месяцев и еще полгода даже над сценарием гипотетического продолжения думать никто не будет. Есть лишь одна плохая новость, которая ставит под угрозу будущее Тома Холланда в киновселенной Марвел. Это недавнее соглашение, согласно которому все будущие новинки Sony после проката в кино будут выходить эксклюзивно на Netflix. Речь о проектах начиная с 2022 года, куда, к примеру, уже заявлен Морбиус. То есть кинокомиксы тоже попадают под категорию. И гипотетический Человек-паук 4, будучи детищем Sony, после театрального проката тоже должен уйти на Netflix. Что Дисней, активно развивающий свой стриминг-сервис, определенно не понравится. Ведь получится, что Марвел, помогая Sony создавать качественные фильмы о паучках, помогает прямому конкуренту из Netflix, который в итоге получит фильм к себе в библиотеку на долгие годы. Это намекает, что новые переговоры о будущем Тома Холланда будут очень тяжелыми. Даже прошлые разборки закончились временным разрывом отношений между студиями, а новые рискуют стать похоронными. И в этом свете стоит надеяться, что роли Гарфилда и гипотетического Тоби Магуайра в триквеле все же будут весомыми. Ибо так студии, возможно, и договорятся, к примеру, вернув Гарфилда, драться с Томом Харди и оставив Холланда в киновселенной. Правда, из-за договора с Netflix, Марвел определенно потребует чуть ли не 100% от суммы проката. И будущее Холланда, к сожалению, выглядит очень туманно, что лишь подогревает интерес к Человеку-пауку 3, ибо он может стать финальной частью эпичного кроссовера Питера Паркера и персонажей Марвел. Учитывая конец контракта, студии наверняка подготовили для нас нечто эпичное и не обрывающееся на полусловие. Так что мы будем держать руку на пульсе и надеяться на лучшее. До новых встреч, друзья!